С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 13 февраля, Всемирный день радио. Празднуется с 2011 года в день образования радиостанции штаб-квартира ООН. Нам же ближе родной праздник, день радио, который празднуется 7 мая. В 1895 году в этот день русский физик Александр Попов провел первый сеанс радиосвязи. У родившихся в этот день, 1883 год, в этот мир приходит Евгений Багратионович Вахтангов, режиссер, актер, театральный деятель, основатель и руководитель театра. Один из его заветов. Только ради Бога не притворяйся кем-нибудь. Тебе есть все, от ангела до черта. Дай распуститься твоему черту, и ты будешь поверженным ангелом. Дай рассвести своему ангелу, и у тебя прорастут крылья. 1903 год, день рождения Жоржа Жозе Кристиана Сименона, бельгийского детективного писателя. Начинал как автор в дешевых бульварных журналах. В 1931 году придумал образ инспектора Мегре, детектива парижской полиции, который стал героем целой серии детективных романов. 1932 год, день рождения Игоря Шухерана, знаменитого автора песен «То ли еще будет? У меня сестренки нет, листья желтые, на улице каштановой. Мы желаем счастья вам». Слова всех этих песен принадлежат Перу Игоря Давыдовича. У Шухерана есть песни, которые вообще воспринимаются как народные. На тебе сошелся клином белый свет, с авторствой с Михаилом Таничем. Ромашки спрятались, поникли лютики, гляжу в озера синие. Эту песню даже предлагали в качестве государственного гимна России. Уверен, что какую-то из песен вы уже прямо сейчас напеваете. 1950 год, рождается Питер Гэбриэл, англо-американский певец, композитор и актер, бывший франкмен и один из основателей группы Genesis, успешный сольный исполнитель, а также активный общественный деятель. Получение разных наград такой способ сказать тебе, что ты стар, поэтому это наталкивает на определенные раздумья. Старение не так много хорошего, за исключением того, что тебя больше не волнует чужое мнение. Так говорил Питер Гэбриэл. 1974 год, день рождения Робби Уильямса. Слава пришла к нему в 1989, когда 15-летним подростком он стал участником Take Z. Его записи разошлись по всему миру тиражом около 80 миллионов дисков. В 2006 он вошел в Книгу рекордов Гиннесса, сумев продать за сутки 1 миллион 600 тысяч билетов на свои концерты в рамках мирового турне. Нам же он еще запомнился довольно странным жестом на открытии Чемпионата мира по футболу в России. Робби уверяет, что показал средний палец в камеру, напоминая, что до начала первого матча первенства осталась всего одна минута. 1975 год, день рождения Артемия Лебедева, российского дизайнера, изобретателя, основателя одноименной веб-студии. В его трактате «Ководство», видимо сокращенной от руководства. Читаем. «Дизайнер – один из самых честолюбивых необразованных поверхностных специалистов. Конкурировать он может только с журналистом. И того и другого только маркетолог переплюнет по коэффициенту тупости и уверенности». С одним из его дизайнов москвичи и гости города встречаются каждый день. Схема метро, за которую его одно время критиковали. События дня. 13 февраля 1498 год. Впервые в письменном виде употребляется слово «бухгалтер», что в буквальном переводе с немецкого означает «книгодержатель». Император Священной Римской империи Максимилиан I подписывает указ «Повелеваем дело производителя нашей палаты, доверенного и прилежного писца, который ведет книги, отныне называть бухгалтером. Ковым должен быть Христов Штехер». 1689 год. Вильгельм III Аранский и Мария II Стюарт восходят на трон Великобритании как совместные монархи. Очень любопытный дуэт. Мария, будучи законной наследницей по прямой линии, должна быть единоличным монархом, в то время как Вильгельм считал, что муж не может подчиняться жене. Она же не хотела быть правящей королевой, полагая, что женщины должны подчиняться своим мужьям. Во время их правления принимается в биле правах 1689 года и проведено усовершенствование правовой системы Британии. 1895 год. Братья Луи и Август Люмьер создают первый киноаппарат. Он позволял не только запечатлевать на пленку события продолжительностью чуть более 50 секунд, но и проецировать отснятый материал на экран. Аппарат Люмьеров был легким и удобным, поэтому запатентованное в феврале этого года название кинематограф открыло целую эру кино в искусстве. 1934 тонет пароход Челюскин. Он раздавлен льдами в Чукотском море. Челюскинцам предстоит два месяца провести на дрейфующей льдине. С помощью авиации все 104 человека будут спасены. 1945 год. Страшная бомбардировка Дрездена. Англо-американская авиация во время Второй мировой войны. Операция называлась «Удар грома». 800 бомбардировщиков, три захода ночью и днем сбрасывают на город, не имеющий военного значения, почти 4000 тонн бомб, большая часть которых зажигательные. Погибают свыше 135 тысяч человек, разрушено 35 тысяч зданий. Ну и последнее. 2000 год. В Эр-Рияде трем грабителям публично отсечены правые руки и левые ноги. Как говорится в заявлении Саудовского МВД, эти люди, угрожая ножами, ограбили нескольких водителей такси и были приговорены шариатским судом к компутации конечностей. Сегодня очень часто можно слышать призывы вернуть смертную казнь, наказать так, чтобы другим неповадно было. Почему-то многим очень хочется крови, причем не только в нашей стране. А может быть просто попытаться создать условия, чтобы никому в голову не приходило воровать. С вами Николай Пивненко в проекте «Дата».